Подводим итоги матча Ангелору Риск, ничья 1-1. Наши послематчевые студии Андрей Осмаков и Александр Анищук. Андрей, поделись впечатлениями, закономили ли этот результат? Впечатления положительные, по футболу соскучились. Хочу спасибо сказать сопернику за хорошую игру, своим партнерам. Результат считаю положительный по игре. Как у нас были хорошие моменты, у них вратарь отбивал, так и у них тоже у нас вратарь спасал. В принципе, считаю, что закономеренно. В межсезонье команду покинули все ключевые футболисты, все звезды Ангелора. Как ты считаешь, способны ли потенциально новички их заменить полноценно? Ну и сколько времени понадобится, чтобы их встроить в игровую модель Ангелора? Сколько времени потребуется, ты не знаю, только покажет игра. Тренировки, потому что будем сейчас стараться тренироваться, собираться вместе. Ну незаменимых нету, конечно. То есть каждый игрок может любого заменить. Но потери существенные, конечно, у нас лидеры ушли. Желаем удачи в Юпитере. Если у них то не получится, возьмете обратно? Это уже вопрос интересный, будем думать. Саша, какие твои первые эмоции по окончанию матча? Ну я также хочу поблагодарить соперника. Хорошая игра, без грубости, без каких-то неспортивных вещей. Все было хорошо. Игра хорошая. Много вы писали и часто спрашивал о том, что у соперника проблема состава. Ну видишь, получилось, что у них приехала хорошая обойма. Мне не показалось, что у них что-то печально. И нет ощущения, что они не сыграны или еще что-то. Играют хорошо. И в принципе, хорошие футболы показывают у нас. Сегодня, к сожалению, лето продолжается. Все еще в отпусках. К сентябрю в лучшем случае начнут подтягиваться. Поэтому, несмотря на то, что ты заявки спрашивал, все ли. Ну в принципе все, но кроме Китабова. Видишь, на поле даже мне приходится бегать. По игре, думаю, результат действительно закономерен. Но при этом у соперника, конечно, было много больше моментов. У нас очень хорошая игра сыграла в Ротале. Я считаю, что это просто гениальный матч. Ему благодарность. Это ничья, в общем, его очко. Скажи, сегодня на игре присутствовали Паша Мусьев и Роман Бобров. Почему они не переодевались? Видя, что у команды проблемы со сбором. Травмы. Травмы разного характера. Но травмы не могли, к сожалению, помочь. Поэтому спасибо, что приехали. Спасибо, что поддерживали. Но на поле не смогли выйти. Ты говорил, что если удастся сохранить состав прошлогодний, то в этом сезоне Уриз будет уже претендовать на, я так понимаю, первое-второе место. Как, с учетом вот такой картины, которую ты сегодня вел по сборам, подтверждаешь ли эти намерения? Да нет. Я на самом деле... Ну, то, что у нас сейчас такой сбор, это именно потому, что люди... Не то, что не хотят. Их нет в городе. Они в отпусках. Они обещали приехать. Они все говорят футболом. Я не знаю, в какой форме они приедут, потому что будут не играть. Но я надеюсь, что парни наберут. В принципе, все молодые. В прошлом сезоне в начале ты у всех спрашивал, какие планы. Все говорили, что хотят Суперлигу. Все доедины команды. По-моему, кроме вот нас. А в этом году я посмотрел первые 6 интервью, 6 капитанов сказали. Никто про Суперлигу не говорил. Вы спрашивали про Суперлигу. Все команды Премьерлиги, да? Они все отказались. Поэтому глупо говорить о том, что мы боремся за Суперлигу. В Суперлиге нужно обладать составом и нужно обладать финансами для того, чтобы этот состав удерживать. Даже без премиальных хотя бы нужно оплачивать форму и все остальное. У нас, к сожалению, сейчас проблемы с финансами. Поэтому надеюсь, что получится на дружеском отношении сохранить состав и этим составом играть в футбол такой же, как в прошлом сезоне. Если все получится, будем ставить перед собой высокие задачи и бороться за медали, потому что это значит, что мы будем чаще побеждать, чем проигрывать. Мы хотим побеждать. Наша задача – побеждать. Анна, какие задачи у Ангелару? Ну, главная задача сейчас из тех, скажем, 15-20 человек сделать команда. То есть, чтобы получать удовольствие, будем стараться побеждать в каждом матче. Каких-то глобальных турнирных задач мы не ставим перед собой. Пока, надеюсь, что. Пока главная задача – сделать команду. Спасибо. Продолжение следует...